Снова здравствуйте, дорогие зрители. Пятый тур Мемориала Талли на ваших экранах. Продолжаются все пять партий. Как-то никто сегодня не собирается быстро завершать свои поединки. И мы продолжаем свою работу. Давайте сейчас перейдем в турнирный зал. Кое-какие изменения произошли, потому что так... Кое-какие? Мы так, вы знаете, выждали паузу театральную. Я надеюсь, что вы все, дорогие зрители, немножко отдохнули. Кто-то успел попить чайку, кто-то поработать. Вот. Давайте посмотрим, что у нас происходит во встрече. Ханант против Гельфанда. Вы знаете, упростилась ситуация. То есть... Вище не стал ладья Ц1 играть. А он вообще решил, что пешку надо отдать. По-стариковски, как мы тут говорим иногда. Да, ладья Д8. Причем Борис понял, что вечно вокруг этой пешки Ц5 танцевать не будешь. Просто белая ладья врывается либо по вертикали А, либо по вертикали Д. И вот, видимо, второе обстоятельство, ему казалось наиболее страшным, ладья Д8. А если ладья Д1, сейчас пойдут белые вопросы. Ну, идея такая, что, видимо, сыграть Ф4. Да, это контр-игра. Ф4. Ну, допустим, взяли-взяли. Ну, это контр-игра. Сломбит А7. Допустим. Ну, Ф3. Ф3 сюда. Король Ф5. Король Ф5. Не-не-не-не-не. Ильяна. Нет, да? Нет-нет-нет. Вот здесь три связанные. Три связанные. Нет, ну, хорошо. Нет, может, вместо Ф3 давай подумать. Да, вместо Ф3 решение быть тогда. Тут надо подумать. Ну, король Ф5 сразу хорошо. Может быть, слон С8, слон Ж4 как-то. Тоже возможный вариант. А, ты хочешь сказать, король Ф5 и потом Ф3? Ну, с идеей Ф3, да. Может быть. Ну, да. Заодно идея ладья А8. Ну, да-да. То есть, как-то вот чуть-чуть все-таки какое-то давление. Не, ну, тут контр-игра. Удается создать. Тут контр-игра. Ну, во всяком случае, попугать соперника. У меня другой вопрос. А если на ладья А8, ладья А1 пойдут сейчас белые, что будет в этом случае? Так, ну, давайте для начала оценим вот это окончание. Нет, ну, это безнадежно, наверное. Ты уверен? Ну, а что, на Ц5 сейчас падает пешка. Ну, хорошо, на Ц5 падает. А вот это точно безнадежно? Думаю, да. Дело в том, что здесь пару связанных образовать, может быть, и можно, что, кстати, еще надо доказать. Но ученые здесь все время эти пешки будут нависать. Нет, король Д2 пока пошел. Король Д2, но стоим пока. Ну, слон там Д6. А, слон Д6, и ты как-то так цепляешься, да? Ну, и начали. Б4 походим. А, Б4, да. Ну, вот я пока так стою. Я просто именно с этой целью, чтобы без помощи короля оно не должно получиться. Я вот такую позицию хочу получить, когда все-таки здесь какая-то пешка своя тоже. Ну, ЖФ, ЖФ и король Д4. ЖФ, ЖФ, король Д4. Ну, наверное, надо постоять. И посмотреть на поведение белых. Ну. Король С5 видим, позиция? Сразу я не знаю. Ну, хорошо, слон Е5 поставил, да? Да. Ну, там, да. И король С5. Ну, да. Допустим, сюда. Побил. Побил. Так. Королем, наверное, поближе. Королем поближе. А что, ну это все, сдались. То есть прошли все-таки, да? Да, даже А4 пока пошли. А4. Сюда, сюда, сюда. Не, ну это ты много темпов не успеваешь. Да. Сильно не успеваем, да. Да сначала А5, но не важно. Тут уже там по-любому, да. Да. Ну, вот такая перспектива. Ну, может быть, эту идею можно оформить как-то более по-человечески. Не, ну там на грани. Ну, видно, что это на грани Эншпиль. На грани безнадежного. То есть Ладеда-1, по-моему, ход хороший. Нет, ну тогда Ладеда-1, по-моему, ход хороший. Нет, ну тогда Ладеда-1, по-моему, ход хороший. Нет, он взял на Ц5. А он взял на Ц5. А для меня загадка. А что на Ладеда-1? Почему не пошел? Илья, он этот Эншпиль, я думаю, изучал всерьез. Да ладно. В отличие от нас. Давай все за кем посмотрим. Вообще, ты сейчас исполняешь Арию Евгения Свешникова, которая вчера, честно говоря, у Евгения Ильинича была вчера такая критика. Нет, у меня критики нет. Ну, знаешь, идея была такая, ну что он может соображать? Нет, нет, нет. То, что он соображает, сомнения нет. Оно просто мне интересно. Я хочу понять. А почему не пошел Ладеда-1? Считал, что это окончание ничейное. Неужели он считал, что ничейное? Да. Иначе пошел бы, Илья. Иначе просто пошел бы. Я думаю, что вот это окончание... Но оно видно, что оно на волоске висит. Я не знаю, ничейное или нет. Это не теоретическое, во-первых. Ну, вот в том все и дело, что Анант все-таки, ну, серьезный шахматист. Наверное, что-то здесь нашел. Ну, ладно, я у него спрошу потом. Мне интересно. Я думаю, что тут более прозаичная какая-то причина. Ну, хорошо, да. Последовал слон бьется 5. Слон бьется 5. И теперь мы ждем хода f4. Но если не играть f4, тогда вообще зачем французу пешка отдана? Хоть он и не француз. Ну, не исключено, кстати, что он просто не заметил. Как? Хода, я имею в виду ЛЗД-1. А с лунцей 5 он решил, что у него все-таки перевес большой. И не стал смотреть больше. Ну, давайте все-таки смотрим. Ну, я думаю... Ну, брать, наверное... Ну, нет смысла, наверное, скромничать. Хорошо. Может быть, здесь какие-то... Так, под Е3 попадаем или нет? Вот Е3, это насколько серьезно? Интересно мне знать. Ну, серьезно, а что нет? Е3? И, допустим, если куда-то залезли, да? Вообще не ясная позиция. Запрыгнули. Ну, тут просто под ладья d2 попали счет, да? Хорошо, значит, ладья h1 не надо играть. Нет, зачем ладья h1? Ну, давай... Ну, а 7 уж надо бить ее, еще одну пешку. Ты, кстати, вот говорил про ладья d1, а здесь ладья d1 что-то меняет? А Тханан же знает, что это неща ты говоришь. Нет, ну, перед того, как это... Ну, хорошо, раз Анан знает, ладно, берем сюда и король f5. Вот критическая позиция. А, ну, вот это критическая позиция. Это он не знает точно позиция. f4 ходит более геофант. Да, да, нет, но f4 играть обязан, как честный человек, да. И теперь вот надо где-то ладью все-таки как-то пристроить белым. Не знаю, ладья c2 как-то выглядит веловато. Хотя тоже надо еще пробить. Ну, три пешки все-таки, да? Сейчас где-то там будем потихонечку двигаться. То есть вопрос в том, что могут сделать черные. Черные могут тут много чего. e3 могут пойти. e3, ну, взяли. f3 шах. f3 и ладья через g8, да, скачут? Ну, по крайней мере, живая игра. Да, трех пешек тут нету, но контр-игра довольно серьезная. Ну, допустим, да. Ну, и ладья там. А тут вообще на d1 же шах есть еще. Ну, правда, через h2, через h1 то же самое будет, да? Ну, да. Нет, погоди, ну, давай все-таки по ходам. Ну, давай попробуем. Прошу исполнить. Хорошо, ладья d1 и ладья h1. Прошу исполнить. По-моему, три лишние пешки у белых. Хорошо, все-таки ладья h8, ты меня убедил. А, как? Ну, вот там. Не ладья d1, а ладья h8. Ладья h8. Да. И здесь шах-шах угрожает, да? Ну, да. Так. Ну, что, неужели придется вот здесь отдавать? Конечно, жалко отдавать пешку эту, но, может быть, это, видимо, так придется сделать, чтобы слон хотя бы принимал участие в игре, да? Ну, все-таки пешка f3, да, какие-то как-то цеплять можно. Серьезные шансы. Серьезные шансы. Ну, ничего, мне кажется. Ты думаешь, да? Ну, да. Ну, правда, здесь вот я угроз белому королю не вижу, да. Ну, правда, может быть, пешки трудно продвигать, да? Тебе тоже не так легко будет. Да. Король f4, король f4 можно сыграть. Так, размен на f4 состоялся, да, и вот сейчас, интересно, возьмет на а7 ананта или нет. Ну, он видит, что, конечно, да, взял. Вот важный момент, дорогие друзья, что сейчас ход f3 пока ничего не дает, потому что здесь шах на d3, король вырвался на свободу, чувствует себя превосходно. Вот, а если сначала сыграть король f5, то тогда... Стоп, а если король e5? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Какая боль. Ну, хорошо, ладья... Проди, даже, может, кстати, все равно было хорошо. Потому что ладья заходит в тыл, слом b8 из шаха. Да, вот это... Ну-ка, пройди, давай посмотрим. Сюда. Шажок. Сюда. Да, тоже еще ладья e1 же подграживает, а ладья e2. Видимо, придется сюда ставить слонину, да? А мы как раз белого короля вот так вот... А что, на d4 я пойду, зачем? Так как 1а20 что, не надо? Не-нет, на d4 пойду королем. А, ты туда хочешь, да? Вот ты как, а? Ну, хорошо. Ну, а4. А4... Ну, как-то, наверное... Ну, контрграй здесь есть. Но... Но, наверное... Наверное, недостаточно. Наверное, у белых белые как-то просто попроще, да, все это делают. e3 не проходит, да? Король на g2 слишком долго. Ладья d2 шах может пока. Ладья d2 сюда. И ладья d3. Ладья d3, да. Ну, ну, своя может проскочить, да? Король b4. Король b4 прогресс. Где прогресс? c5. c5. Ну, да... А, кстати, здесь можно где-то взять и король... Зачем, кстати, c5-то? Здесь надо взять и король c3. Взять и король c3 просто. Победа с... Нет, а черным нужно бить на c3. e3. А, вот так вот так и e3, да? Но это безнадежно. Но, правда, идеи нет у белых. Да, это безнадежно. Вот там король h3 был ход как раз. Опа. Нет, не здесь. Здесь королем на f1, да? Или королем на c3, я имею в виду. Ну, ладно, в общем, интересные варианты, да? Интересные здесь варианты. То есть, в принципе, как ни странно, даже здесь можно посмотреть ход f3. Еще раз. Так, так, так. Но от ладья d3 отказаться невозможно. И вот теперь надо думать, надо смотреть. Ну, пускать белого слона на d4 ни в коем случае нельзя. Может быть... Ну, ладья d1 логичный. Ладья d1 очень логичный ход. Слон b8 тоже. Практически вынуждены, иначе шах, ладья пошла на второй ряд и на f2 где-то съели, да? Король h5. А хотя, подожди, может быть, это я вообще говорю неправильным. А что угрожает, ну, когда мы посмотрим? Ну, шах пока. Шах, так, шах и так. И e3, да? А, нет, e3 ладья бьет, извиняюсь. Да даже слон e3 достаточно. А что, собственно, черные здесь могут? Нет, наверное, проиграно все-таки. У черных. Как-то пешки потихонечку ползут, да? Слона на b6 ставим, пешку на a5, b4, b5. Да. То есть, вот, казалось бы, король ставит не экозиста, но... Не, ну, зачем играть f3 все-таки? Зачем облегчать белым жизнь? Ну, мы просто рассматриваем. Ну, хорошо, король f5. Или король e5, может быть, как ты говоришь. Или король e5. Ну, хорошо. Так или иначе, можно короля активизировать и потом уже что-то... Да, король f5, наверное, все-таки, да. Да. Ну, что тут, большой перевес у белых, но у черных шансы есть. На этот ход ладья d3 будет какой-то, да? То есть, здесь пешка на b3 подвисает. То есть, белым тоже надо еще подумать, как, может быть, с этого начинать. Я имею в виду, на f3 просто так вот встать. То есть, здесь f3, может быть, вообще ход неправильный. Потому что слишком уж все блокируется. E3 хочется, конечно, пойти. E3, да? Сюда. И f3, да? Да. И здесь на d2 как раз мы имеем шанс внедриться. Да, то есть, получается, совсем-то уж игнорировать идеи. Смотрите, e3 сразу пошел. А, ну, тоже мы говорили про это. Айда Боря. Кстати, может быть, все-таки надо было... Айда молодец. Может, надо было подождать все-таки чуть-чуть? Нет, ну, пока ладьи нет на втором ряду. Он хочет ладью на d2 внедриться. Во-первых, слон бьет e3 тоже дает шансы белым на победу. Да, слон бьет и безусловно. И королем побить. Я бы и пешкой побил. Ну, даже пешкой можно. Но тоже есть шансы на победу вот в этой позиции. Конечно, все-таки ты и пешки. Ну, ближе к ничей, ближе к ничей, наверное, все-таки. Но королю надо куда-то туда, на ферзовую фланг, и помогать пешкам двигаться. Я думаю, что эта пешка не имеет большого значения. Ну, хорошо, можно и королем побить. Кстати, с точки зрения бежать. Королем, наверное. Мне кажется, королем. И потом пешки потихонечку двигаются. Кстати, это в стиле Ананде. То есть взять и ликвидировать всяческую контр-игру черных, и потом пешки потихонечку, помаленечку начинают ползти вперед. Вот это интересное, кстати. Да. Но здесь давайте для начала просто оценим сам замысел Гельфанда, что здесь вот где-то вторжение черной ладьи может оказаться довольно серьезным. Хотя надо еще посмотреть вот по конкретику. Я думаю, что у белых идей вообще скинуть все-таки эту пешку на Е4, чтобы слон начал работать. Ну, да. Там, условно говоря, черные приближаются, ну и где-то надо, может быть, ее скинуть, чтобы обезопасить своего короля от всяческих вторжений черной ладьи. Но есть такое ощущение, что Ананда над слом бьет Е3 сейчас думает, а мы пока успеем пробежаться босиком поросе. Да, события начали ускоряться, цикнутные. Да, и, как говорится, добежать до канадской границы за нужное количество минут. Да хотя бы до финской добежать. Да нет. А, ну да, я просто вспоминаю, вождь краснокожих. Я понимаю. Сэм, что такое 250 долларов, да? Такое счастье убежать. Так, Е5 все-таки сыграл. Смотрите, Владимир все-таки у него пешечное движение, как-то ему хочется что-то делать. Вот чувствуется, что у него деятельность такая проснулась в крамнике. Ему хочется что-то делать. И он делает. Ладья бьет Д2. Пока фигуры черных не блещут гармонией. А у белых появляется идея конь Б4, конь Д5 куда-то внедрится. Конь на С3. Конь Ф6 можно же пойти просто. Ну, пока конь С3. Ну, хорошо, конь Б3, допустим. Конь Б3. Ладья Д1. Ну, а ладья С8 нет ухода. Ну, ладно. Ладья-то отрезана. И не надо. Где-то конь Б4, конь Д5 все-таки будет. Может, чуть-чуть поприятнее? Ну, чуть-чуть, да. Чуть поприятнее. Просто ученых вот есть пара пассивных фигурок. Может быть, Слон С8 поэтому пойти. Слон С8 полит Д5. Все-таки как-то не знаю. Взяли-взяли. Если конь Б4, ты уже берешь, да? Ну, может быть. Там, правда, на А6 зависает. Ну, ничего. Может быть, тоже, кстати, интересный вариант. Хотя здесь, может быть, даже такой есть ход интересный. Так и, может быть, ладья на С2, если что, войдет. Ну, да. На конь Д5, например, с ладья С2. Может быть, контр-играй. Ну, конь Ф6 шаг там, правда. Так, правда, ладья Д5, Б4. Не-не, конь Д5. Конь Д5. Сюда? Конь Ф6 сюда. Ну, конь Е8 шаг пока. Так. И, может быть, ладья Д8. Ага, вот такая вот активность, да? Ну, не знаю, к чему это приведет, но какие-то... Да, то есть, если здесь вообще угроза, да? Вот в чем вопрос. Да, может ли нет. Тогда вечный шаг. Ну, да, вечный шаг. Вечный шаг есть. Ну, хорошо, конь Ф6 так и сыграно. В общем, здесь, ну, наверное, мы, конечно, какие-то нюансы можем не досмотреть, соответственно, такое первое ощущение, что почти равенство. Те же самые ощущения и в партии Гири против непомнящего. Непомнящий, вот если бы он сразу разменялся на Ж4, сыграл бы ладья С4, потом вернулся назад. Но здесь Белый Король все-таки потек бы. Нет, тут все пешки защищены. Пошел бы на ферзовый фланг, потом ладья Б3, А4. Это как раз ошибка, то, что ты говоришь. Это как раз все пешки защищены. Если бы. Я не предлагаю этот ход. Я просто объясняю, что Ян хочет сделать так, чтобы пешка на H3 оставалась. И вот теперь в дальнейшем уже к этой пешке H3 можно приставать. Грамотно. То есть как раз в этом смысл хода. Последовало же H. Интересное решение. Ну, а другого особо-то. Король H6, ладья F3. Вот как раз попытка поставить все пешки на защищенные поля и появляется план. Белый Король бежит на ферзовый фланг, пешка А идет. Черным надо быстренько контр-игру делать. Ладья D4 пошел, да? Ладья D4. Какое изящное отсечение. На Король Е3, видимо, так. И нет хода А4 за ладья А8. А если так? F5, шах. А, F5, ладья F5. И ладья F5. А так, а вот как дальше-то ходить? Белый Король сейчас побежит туда. Может быть, пока постоять просто? Ну, тогда А4. А, 4 ладья А3, да? Ну, да. Ну, хорошо. Тогда вот так надо здесь. Ладья D2. Цепляться к этой пешке и без случая на А2 заскакивать. Да, ну, так правильно. А сыграна ладья D3. Так. Ну, ладья А4, например. Ладья А4. Или F4. Ладья F4, может быть. Ну, так, и идея-то все та же. Так, сюда, и здесь все-таки хоть одна белая пешка, но окажется слабой. Ну, ближе все к ничьи. Ну, да. По ощущениям. По ощущениям должен Ян спасаться, да. Что у нас еще? О, вот интересные события произошли вот у Медьярова, я вижу. Ну, кстати, у черных вообще получше по виду. Так, ну, хорошо. Давайте посмотрим. После того, как мы здесь после ладья B1 ушли на перерыв, вообще полпартии было сыграно. H6. Размен-размен. H5. Ну, по-своему, логично. Белые поля обнажает, но как-то черные, честно говоря, такую контур-игру хорошую, видимо, получают. Мне кажется, вообще Свидлер здесь последнюю часть партии вел лучше, чем Мамедьяров F4. Взяли, взяли. Интересные изменения структуры. И ладья А8. На А2 все-таки залазит. Да, на А2 лезет. И видно, что стратегия белых, ну, здесь, мягко говоря, не... Убедительна. Неубедительна. Неубедительна. Потому что вот черные получили очень сильную контур-игру. Давайте посмотрим, что было дальше. Слон Д7. То есть, Петр решил, что избавиться от коня на И6 все-таки необходим, и он это делает. Шажок. И куда пойдешь, дружок, да? Лучше вроде бы у черных здесь. Ну, может быть, король ФТ все-таки сыграть. Слон Д4. А, правда, это не мат. Может быть, ладья Д2. Может быть, не знаю вообще. Не, может не слон Д4, а ладья Д2. Ты хочешь пешку на Д5 отправить, да? Ну, было бы неплохо. То есть, король ФТ, ладья Д2, да? Да. Так, ну здесь, не знаю, может быть... А, нет. На один подбой. Подбой. Может быть, как-то пора уже рваться на свободу. На Д5. Д5. Сюда. Ну, ничья, наверное, все-таки ближе. Не знаю, ладья Д2. Ладья Д2 неприятный ход. Да, ладья Д2. Если пешка Д3 падет, не дай бог. Тут еще ничего. Да, так что надо, может быть, такой какой-то ход сделать, неказистый. Что, на Д5 король Е3, что ли? На Д5, кстати, король Е3, отличный ход. Ну, тут слон С3 есть ход. В том-то дело. Ну, хорошо, ладно, слон А6 сыграл. Я просто хочу к этим пешкам привязываться. Ну, слон Д4 или слон С3, да? Ну, как-то. Потом король на F6 идет. Поприятнее у черных. Ну, да. Нет, у черных понятно. У черных поприятнее. Но все-таки... Король F3 так и сыгран, кстати говоря. Ну, да. Где-то он, конечно, неправильно разыграл. Да, на выходе из дебюта у него была очень обещающая позиция, но вот где-то, где-то не получилось. Так, теперь Женя Томашевский. Давайте посмотрим. Здесь позиция все-таки стала потихонечку меняться. Но началось с того, что китайский товарищ повел коня на ЦТ. Вот это как-то... Павел коня на ЦТ. Ну, жажда деятельности. Да, ну тут АБ и ладья Б5. Что-то вряд ли хорошо все для белых так уж. Ладья Б5. Так, ну, слабость на А3. Ферзь А4. Напали на Е4. Ну, а что нет? Ладья Е3. И ладья А6. Ладья А6. Да, то есть белый конь так и остается, видимо, на Б1. Да, Ф3, Ферзь Д7. Ф3, Ферзь Д7. Ферзь Ц2. Ферзь Ц2. Ферзь Ц8. Ну, у каждого свои недостатки. А коня на ЦТ очень трудно поставить вообще тут. Ну так. Это надо пойти ладья Б3, конь Ц3. Ладья Б3, Ферзь Б2. А ну там конь на Д7 просто встанет. И получается, что ладьи со всех сторон упираются. Не, ну, что-то, видимо, это будет ничья после очередного раунда маневров. Да. Если белый там не перегнут палку еще. Не видно конструктивных идей. Если белый не перегнут палку. Кстати, может быть вообще черный потом по седьмому ряду где-то конь А5, Ф5 может быть где-то удастся. Не, у черных есть свои шансы, конечно. Вот черным играть поприятнее немножко эта позиция. Есть четкая слабость на А3. И есть, кстати, вот после А4, после конь А5 очень симпатично выглядит вот эта вся конструкция белая. Где-то можно будет ее подцепить. Да, старый индийский. Конь на Б1 не может быть хорошим маневром вообще-то. Да, так конь Д7. Увел коня почему-то. Хорошо, мы начинаем потихонечку ругать китайского игросквистера. А вот у Деканта так есть, да, я смотрю. А вот себя мы похвалим, да? Похвалим, да. Потому что слон бьет Е3. И как-то такой самый жесткий ход расправится с контр-игрой черных. Слон С8, ладья С2. Это интересный ход. Но хочет ладья Д2 пойти, понятно. Ладья Д2. Кстати, без ладей, по-моему, просто безнадежно будет. Ну, конечно. Потому что до пешки Ф2 пока доберешься, а эти три идут вперед. Нет, в смысле, без ладей, конечно. Без ладей просто можно сдаться, да. Но здесь пока нет хода А4 за ладья Б8. Ну, король Д4, пошли вперед. Слушай, это не проиграно, случайно? Ну, опасно. Что-то мне не нравится. Короля на С3 ставим, потом А4, С5 как-то потихонечку. Тяжелая позиция. А если удастся наладить оборону, то непросто. Непросто, да. Ну, 40 ходов мы уже прожили в этой партии. Значит, переживем ее еще десяток. Но до 60-го черным будет дожить нелегко. Вот еще и белые пешки чуть-чуть продвинутся. В общем, может оказаться позиция просто-напросто безнадежной. Ну, к этому, собственно, ход партии все-таки предрасполагал, что все-таки перевес белых в какой-то момент может увеличиться. Так. Ну, пока не демонстрируют чего-то серьезного шахматисты во встрече Аронян Крамник. Конь Ф6, конь С1. Ну, такие большие маневры. А конь на Д3 идет, я думаю, да? Там Б4, конь Д3. А5 хода нет. А5? Ну, во-первых, не пускаете на Б4. Во-вторых, Ж5 у нас Ж5. Ну, с ходом Ж5 у Крамника здесь нехорошее отношение. Нехорошее, но он опять... Он Ж4 хочет играть на победу. То есть он решил, что у него лучше. Ну да, то есть два раза Крамник сыграл Ж5. Один раз проиграл, другой раз должен был проиграть. Может быть, здесь, кстати, хороший ход. Третий раз. Не исключено, потому что... Потому что черные стоят активнее так визуально. Посмотрите. Он на самом деле дает работу слону. А давай по ходам. Слон Ф5. Ж4. Ж4. Загрыз. И я. Поехали. Ладья Д8. А, ну, допустим, Ладья Д8. Ладья Д8. Так. А, связка. Вот неприятный момент, да? Связка, неприятный момент. Нет, связка. Вот это я не видел. Тогда давай сейчас еще подумаем. Ну, Слон Ф5 как-то первое, что напрашивается. Так, так, так. Как же укрепить? А, давай с... Ну, тогда сбил и Ж4. Тогда взял и Ж4, да? Да. Если Конь Д3, то Конь бьет Д3, Ладья Д3, Ж4. Может быть, это исключение из правил, дорогие друзья? Ну, а давай с этого начнем. Ну, давай. Взяли, взяли, взяли. Ладья Д8. Ладья Д8, Король Е2. Ага. Вот я не уверен, что здесь преимущество двух слонов – это именно преимущество. Подожди, может не Ладья Д8. Ага. Вот первый раз какие-то проблемы. Слон Д6, может, просто. Слон Д6, Конь Ф2. Ну, там, знаешь, по белым полям могут начаться проблемы легкие, да, ученые? Ну, могут. Конь Ж4 потом разменялся и дальше... Легкие проблемки. Да, Конь через Е3 пойдет. Значит, еще раз. Как это получилось? А это получилось очень хитро. Сразу слон бьет С5. А он сейчас собьет. Сразу слон бьет С5. Ну, давай, Левон, поддержи авторитет. А он наверняка собьет. Угасающий авторитет. Давай, слон бьет С5. Лева, я тебя прошу, в эфире. Ну, на самом деле, связано с тем, что слон Ф5 действительно просто не успевает. А Ж5 ход действительно такой, очень амбициозный. Ну, а что, вот сейчас несколько точных ходов, и выяснится, что все-таки это ослабление серьезное. И скажем, что Бог любит Троицу. Так, что же, какие у нас изменения. Ты знаешь, вот Мамедьяров... А, кстати, Мамедьяров-то вполне логично сыграл. Просто ладья Д2, идею Д5 мы с тобой верно угадали. Ладья С1, ну, как-то чуть-чуть пристает к пешке С5. Теперь, если сыграть так, то, наверное, эта пешка подвесает. Если так, то король Е3, вот в чем дело. А, сразу король Е3, да? Да. А, и нет слон С3. И нет слон С3, да. То есть, просто защищается от хода Д5. А, в чем тогда... А, тогда давай с этого начнем. Ну, начнем с этого, да. А он, вот я, там... Б1. Нет хода Д5 и заслон Д5. А мы пока король Ж7. Пока короля на Ф6 подставим. Ну, шансы некоторые есть у черных. Ж4, что ли, надо ходить? Ж4, но тогда уже от Д5 ты, наверное, точно не защитиешься, да? Просто как-то так. Потом пешка Д пойдет. Нет, тут король Ф5. Тут есть контур игра. Нет, погоди. Ну, давай, хорошо. Давай, не будем тебя пускать. Давай так сыграем, чтобы... Да, король Ф6, конечно. Король Ф6, и потом уже будем думать. Ну, все равно перевес у черных. Ну, нет. Все равно, там, пешка, как только на Д5 пойдет, у белых начнутся реальные трудности. Перевес-то понятно, что у черных. Вопрос степени, какая этого перевеса. Угу. Так, тем временем, Анант переправил короля Ц3 и готов пешки отправлять вперед. Сейчас следующий ход А4. Да. Не видно конструктивных идей за черных. А вот просто психологически тяжело смотреть, как пешки медленно, но неумолимо идут вперед. А4, С5, король С4. Ну, как-то потихонечку, помаленечку они все равно рано или поздно пойдут. Да, как-то 4 пешки за слона. Да. Вообще, Крамник говорил, что в Метельшпиле слон стоит не 3 пешки, а 4. Но вот в Эншпиле 4 пешки точно сильнее. Особенно, когда они связаны, да? И без контр-игры. Да. Король Е5 сыграл. Борис. Централизация. Ну, знаешь, мне движение его не нравится. У него движение какие-то уж нарочито активное, агрессивное. Он каким-то образом выплескивает раздражение свое. Вот как-то видно, что ему все это не нравится. Ну, а что бы тут поделаешь? Ну, а кому понравилось бы? Конечно. А Анант, как удав, потихонечку, помаленечку, очень плавно делает. Все движения плавные. Контролирует ситуацию полностью, да. Вероятность результата 1-0 довольно высокая. Ну что, Аронян молодец. Побил на Ц5. И конь Б3 пошел. За это ему отдельное человеческое спасибо. Не конь Б3, а конь Б3. А вообще конь Б3 еще сильнее, может быть. Там же конь Б5. Нет хода слон Б6, тут ладья на Д6 не влияется, да? А, вот оно что. Вообще. Вот оно что. Еще сюда. Сюда, да? Ну. Как-то здесь фигуры задыхаются, да? Тут слон Е7, правда, если бы. Е7 взяли. И слон бед Д6, ладья Д8. Ну, не знаю. Это, может быть, черные прорвутся тут. Да как прорвутся-то? Ладья там Д2. Д2? Да это вряд ли. Это напоминает мне Томашевский против Помидиарова. Слон Ж2 и как-то эта ладья задохнется. Да, одна ладья не сможет. Одна ладья не сможет, да, да. Жалко. А конь Б3 интересный нюанс, да? Вообще же 5 ход сделал Володя, конечно. Просто если не пройдет Ж4 идея, то тогда оно подсебятина будет, как говорят у нас в народе. Подсебятина. Вот А5 в такой ход смотрелся. Ну, а что, если слон Е7, конь А5, и как, собственно, ходить-то? Как жить? Ну, ладья Б8 надо ходить. Ладья Б8 взяли, взяли еще слон С8, продвинули. Ну, ладья А7 пока. Или Б6, может быть. Ну, конь Е3. Ну, перевес, конечно. Стратегически тяжелые позиции. Причем вот здесь черные будут мечтать просто вернуть пешку на Ж6. Это да. Ну, а кто ж позволит-то? Да. Чтобы Крамник в одном турнире, одним и тем же ходом, трижды попадал в тяжелую позицию, это вообще, конечно, какой-то рекорд уникальный. У меня вот такое ощущение, что сегодня он к нам на пресс-конференцию не придет. Не придет, да? Не придет. А я так думал его увидеть сегодня на пресс-конференцию. У него от настроения все-таки здорово зависит. Когда он выигрывает, с Володей, конечно, приятно поговорить все-все, но если... Даже когда ничья, он очень расстраивается. Ну, а вот тут пока у нас такое ощущение, что... Да я даже самой говорить гораздо приятнее после того, как я выиграл, чем когда я проиграл. Так что тут, в общем-то, ничего удивительного нет. Ну, у Крамника еще амбиции фантастические, поэтому для него поражение это, не знаю, ну, как и для любого настоящего такого большого чемпиона, поражение это просто маленькая смерть, по сути дела. Так что это нокаут. Ну, он как раз-таки неплохо держит удар при всем при этом. После проигрыша он играет неплохо. Ты знаешь, после проигрыша он ни разу не пришел на пресс-конференцию. Вот хорошо держит удар тот, кто находит в себе силы после поражения прийти на пресс-конференцию и хоть что-то рассказать о партии. Вот, например, у Бориса Гельфанда такое бывало. А у Крамника я такого не помню. Ему тяжелее просто, я вижу. Ну, хорошо. Посмотрим. На самом деле, может, он сегодня не проиграет еще и поборется, так что тут надо... Не, ну, тут еще позиция его далеко не проиграна. Она неприятная просто, такое ощущение. Может быть, такой есть ход? Ну, кстати, вот слон С8. Слон С8. Да. Ладья Д8, правда, шаг, к сожалению. А, Ладья Д8. Да елки спал. Ладья Д8 шаг заканчивает все это. Но самая неприятная перспектива для черных, то, что в будущем этот конч из Е3 просто использует вот это так кстати открывшееся поле. А у него 3 минуты с половиной, а контроль не сделан еще, да? Да, да, да. То есть еще 6 ходов, 3 минуты, и ход Коми Б3 он явно земнул. Он просто не видел этого. И видно, что Крамнику сейчас очень тяжело, дорогие друзья. Так, интересно, что после Ладья Д3 последовало Ладье Е4 шаг. Король Д1 напали, Король Е2, Ладья Е4. То есть это предложение ничьей? Нет, ну понятно, что Ян-то в любой момент согласен. Ну что, Ладья Е3 может быть сыграть? Тогда снова Ладья Д4, да? Не пускаем белого короля на ферзовый фланг. Ну что, мне кажется, технично играет Ян, и в общем, пока можно только рукоприскать ему. Ну что ж, похоже, что лидеры заканчивают миром свою партию. И вопрос о первом месте остается открытым. Да. Ну, вообще еще впереди 4,5 тура, так что, в принципе, одно поражение любого из них может все изменить. Если бы выиграл, например, сегодня Гири, то у него плюс 4 было бы. Плюс 4 это очень серьезно, да, в таком турнире. Тем временем сыграл слом Б2 с Видлер, как раз специально для того, чтобы где-то потом Ладья уходит. Ну, если Ладья уходит абстрактно, то теперь вот идея вот в этом состоит, что теперь пешка на Д5 идет сразу. Но, скорее всего, скорее всего Ладья пойдет на Б1. Ну, тоже. Чтобы ход Д5 хоть придержать. Ну, вот здесь мы король Ж7, король Ф6 предложили. Ну, такое нормальное, неторопливое усиление позиции. Ну, можно слом С3 пойти, конечно. Так тоже. Ну, да. Но слом Б4 не хочется ставить как-то. Слон С4, может быть, Ладья вот отсюда начнет как-то заскакивать. Зачем это нужно? Не нужно, да. Да. Ну, хорошо. Перевес черных сомнений не вызывает. Так, любопытно, кстати, что продолжаются большие, гигантские совершенно маневры. Так, во встрече Томашевского. Не ходит он конем на Ф6, да? Ну, пока он навис над пешкой А3 и белые ее защитили. Конь все-таки ушел с Б1, да? Да, конь ушел с Б1. Он постоял и ушел, да. Ну, не совсем понятно. Меня смущает то, что черные уж очень отдалились от королевского фланга. Зачем, да, непонятно. Как-то хочется Ферзя все-таки иметь... На Д8, да. Ну, поближе к его величеству. Да, мне кажется, что это будет более практичное решение. Не, ну, у белых тут не лучше объективно. На С4, на А3 тоже слабости у белых такие небольшие. А у черных на Б6. В общем, скучная позиция, конечно. Скучная, да? Ну. Ну, наша с тобой работа сделать так, чтобы она была веселой. Веселой для всех людей. Ну, вот, будем смотреть F4 прорывы, будем смотреть F5. Самоубийственные действия. Опа, ладья А5. А это куда? В Б5 хочет пойти? В Б5 комь В6. Какая-то тонкая позиционная идея. Интересный ход под Д8. Ну, скорее, это иллюзия активности. Не знаю, ну, Ферзь Б2 пока сыграл. Ну, я что-то не верю в ход Б5. Ну, я тоже не верю. Да, да, да. Да. Я не верю, ты не веришь. Оба мы неверные, да? Так. А что другая? Давай Ананда все-таки, в смысле Крамника посмотрим. Там же Цветнот. У Крамника давай. Да. Там же Цветнот, и сейчас все может решиться в ближайшие ходы. Там вот изменилась ситуация. Да, да, да. Конь А5, слон Ц8. Да, ну, действительно, мы с тобой что-то подобное смотрели. Только мы слон Е7 с тобой смотрели. Взяли-взяли. А почему не конь Е3, кстати, что-то? А, на конь Е, ты не знаю. Может быть, он Ж4, что ли, опасался? Ну, я не знаю, комбит Ж4 даже. На всякий случай, вот Ливон решил на всякий случай еще заблокировать. Я не уверен, что мне это необходимо. Мы А5, А3. Ну, слон Ц5 сейчас пойдет, Володя. Да, так слон Ц5, тогда конь на Е3 не высказывает? И ничего такого страшного уже нет у черных, прямо скажем. Нет, простите, господа, а почему не конь Е3-то? В чем проблема? Почему коня-то на Ф5 не задвинуть? Не знаю, может быть, действительно, Ж4. Сейчас, погоди, а давай шажок. Король Е2. Е2? Да. Так. И здесь слон Ц5, под конь Б3 попадает. А, не конь Е3, там слон Е3. Ну, я думал, как-то активизироваться. Ну, конь на Ф5 в любом случае идет. Ну, конь на Ф5 дело в том, что еще ничего не дает особо. Король на Ж6 придет, аж 5 черные пойдут. Ну, может быть, мы вообще напрасно драматизировали. Да, нет, нет, раз он разменял слонов, мы просто, ты почему-то поставил слона на Ж7, и слон Ц8 был ходом невозможным, из-за ЛДД 8 шаг. Вот в чем дело. Нет, мы сначала с тобой смотрели слон Е7, и там почему-то как-то вот... Нет, слон стоял где-то на Ж7, и ЛДД 8 с шагом было. А тут все-таки раз он разменял этих слонов, в принципе, худшее может быть и позади у черных даже. А давай посмотрим еще чуть-чуть, еще на один ход. Ну, слон уходит. А тогда конь Д6, и там на Ф5 заспал. Ну, ладно, король Ж7, если я пойду. Король Ж7, я еще пока буду посмотреть. Слон Е7, конь Е3. А, пардон. Все-таки, да, тут чуть-чуть поддавливаю. Ладно, ладно, хорошо, я тебе пойду на... Как ты пошел, конь Б7? Конь Б7, да. Может быть, ЛДД С7? ЛДД С7, а, собственно, ну да, и вот возникает такая вот структура, да. Ну, что это за позиция? Ну, конь на Ф6 хуже, чем конь на Е3. Ну, это однозначно, да. Можно сказать, да. То есть, все равно небольшой перевес у белых должен быть, просто... Ну, неприятности есть. Вот если бы еще пешка на Ш6 у черных, а у белых пешка на Ш5, тогда было бы совсем хорошо. Это было бы уже... Просто конь на Ф5 выглядит красиво. Не, ну это... Конь Б7 сыгран. Надо защищаться тут кропотливо. Хотя бы каждый второй ход Ливона удается угадать. Это вообще великое достижение, да. Слон Б6, может быть? Слон Б6, а если так? Ну, где-то Д8. Ну, вот и пришли на Ф5. А, то есть без ладей? Может быть, без ладей играть получше будет? Может быть. Да. Тут конь Б4 еще. А, конь Б4 еще. Можно привязаться. Слон Б6. Слон С5. Слон С5, да. И конь Б7 назад. Сладья Д2, король Д2. Ну, да. Слон Б4, например, АБ. Конь Д7, да. Конь Д7. Тоже где-то рядом с ничьей. Близко к ничьей, да. Но, может быть, белые где-то могут сыграть посильнее. То есть, итак, дорогие друзья, здесь 40-й ход сделан. И Крамнику сейчас за минуту 40 секунд надо сделать свой 40-й ход и немножко пойти подкрепиться. Можно пойти слон Ф8, слон Б6 или оставить слона на С5. Ладья Д7, например. Ну, хорошо. В общем, оценка позиции очевидна. Перевес у белых. Да, перевес у белых. Просто мы не знаем, насколько он велик. Да. Ты знаешь, разменялись ладьи у Свидлера. Ну, это уже достижение. Ну, совсем ничья по виду, да? Ну, да. Так, а как сыграл? Ладья Е1. А, ну от ладья Е2 нет защиты. Слушайте, хорошая идея. Конечно. Ой, молодец. От ладья Е2-то нет защиты, реально. Надо же слон Д4 ходить. Ну, там начинается новый раунд маневров. Причем ладья Е2, Ж4. Ну, на самом деле ладья Е2 и ладья А2, и можно активизироваться. Да, да. Нет, Мамедяров здорово сыграл. Вот молодец просто. Да, ну это ничьяка. Было ощущение, что какие-то серьезные проблемы. Ага. Нет, ну здесь невозможно играть. Ну, тут можно согласиться, да. Ну, тоже даже С4 провели, но перевели слона на С2. Ну, в общем, наверное. Отдать можно даже пешку. От пешку на Е6 можно отдать. Видимо, там ничья неотбежная. И Ж4 вполне можно проводить. Да, здесь, я думаю, интрига уже исчерпана. Исперчена. Исперчена, да. Если я описку сделал. Так. Король Е6, король С3, король Е5, А4, слон Е4. Ну, пытается более централизации удержать. Ну, допустим, играю примитивно. Не туда король Д6, может быть. Король Д6, ну пошли. Да, Ладья А2 может и правильный ход. Ну, Ладья А2 меня, Ладья Ф8 немножко смущает. Ну, А5. А5 шажок. И король Б4. Король Б4 и... Может быть, здесь пешка Б не сможет подключиться как-то к игре. В Акина доходить. Ну, такая робкая надежда на то, что вот здесь не удастся вот этим пешкам идти дружно. Не, ну не хочется тогда. Может, не Ладья А2 все-таки. Ну, давай подумаем. Все-таки король отрезан пока у черных. С5. С5. Слон Д5. Слон Д5. Как-то цепляемся к этому еще пешку. Ф4 шаг. Король Е6. Ф5. Король Е5. Да. Как-то так. Ну, король-то держится черный. Черный. Да. Какая-то линия обороны выстроилась, да? Хотя даже здесь... Как вообще какие-то ходы у черных есть? Ладья Б8, Б4. Ну, Ладья А7 пока. Ладья А7. Просто фактически... Ну, потихонечку пока. Перевел короля на А3, Б4, Б5. Ну, да. Слон С6 тут даже не свободно. Слон Д6. Да. То есть, вот что дальше-то делать? У белых есть план усиления. Славим короля на А3, пошла наша шашка. Дорогие друзья, нечем крыть просто. Нечем крыть. Четыре пешки сильнее слона. Они идут, медленно ползут, как черепашки. Медленно, но ползут. И ничего тут не поделаешь, да. Вряд ли, вряд ли Борис спасется. Для этого нужна помощь Ананда. Но вряд ли он будет настолько щедр сегодня. Итак, Владимир Крамник сыграл слон Б6 и преодолел отметку 40-го ухода. Ну, теперь у белых есть совершенно очевидная идея. Коня через Д6 вести на Ф5. Можно, конечно, сыграть пока неторопливо король Е2 и отложить на потом. Там, правда, конь Е8 можно сыграть, да, наверное? Ну, да. Конь Е8. Можно сразу конь Б4. Можно сразу конь Б4. То есть у белых выбор конь Д6, конь Б4, король Е2. То есть здесь я считаю, что Ароняну не надо торопиться. Здесь как раз сейчас нужно устроить себе второй обед или первый ужин, да. А потом уже только приступить к реализации, да, к этому небольшому перевести. Ну, Ж5 все-таки ход, конечно, был не лучший. Ну, про Ж5 журналисты, шахматные обозреватели напишут уже все, что уже накипело, да. То есть надо Крамнику законодательно, да, указом президента России запретить ставить пешку на Ж5. Президент России такие указы может сдавать? А при желании мы попросим Владимира Владимировича, он с Володей поговорит просто. Я думаю, что указ будет в устной форме сказать, Володь, ну, болельщики переживают, ну, не ставьте пешку на Ж5. Ну, ну, пусть на Ж6 же хорошо стоит. Зачем поле Ф5 ослаблять? Ладно, ну, это на будущее. Так, на самом деле, ну, иногда бывают действительно случайные какие-то моменты, но ничего не поделаешь. Так что... Не, ну, зевнул просто, он бьет С5, какой-нибудь трейлер. Ну, понимаешь, у нас в каждой партии так. С Крамник играл с Ж5 что-то зевнул, сыграл с Ж5 опять что-то зевнул. Понимаешь, ну, это же уже не случайность, когда много-много раз одна и та же картина, значит, это не случайно. Если ты бьешь с левой ноги поворотом все время мимо, значит, бей с правой, понимаешь? Вообще-то логично. Ну, логично, да, с правой это лучше получается. Нет, левой бьет. Да. Так. Итак, дорогие друзья, у нас завершилась, завершается четвертый час нашей работы. Аниж Гири не теряет оптимизма. И, наверное, сейчас будет долго думать все-таки как-то пытаться прорываться. Оптимизм, я думаю, он потерял, но надежды не теряется. Да, но он будет бороться до конца. Вот. А мы с вами, тем более, не теряем оптимизма. У нас еще впереди 2-3 часа работы. И давайте по этому поводу отдохнем. Продолжение следует...